Тот огромный технический, производственный, научный потенциал, который достался Украине при распаде Советского Союза, формировал очень хорошие стартовые условия. Я думаю, что на этом первое время играли после его избрания, да? Успокаивали российское руководство и говорили, ну вот это он так ему надо, потому что националисты вокруг там. И это решение через неделю будет ратифицировано в 12 странах СНГ, соответственно все остальные страны тоже это признают. Сами республиканцы будут дискредитировать своего собственного президента, это неизбежно будет влиять на электорат республиканцев. Вижу, что там происходит, и думаю, глаза бы мои не смотрели. То дерутся, то орут друг на друга, то поливают, то какими-то... Ну, как часть общереспубликанской повестки, это постоянная критика европейских союзников по НАТО, потому что, как считают республиканцы, они недостаточно средств вкладывают в поддержку Североатлантического альянса. Меня пригласили на работу, интересные задания и хорошую заработную плату, поэтому я или бизнесмен, или студент, или профессор в университете достаточно известный. О союзниках тоже. Посмотрите, ведь Меркель прослушивает Соединенные Штаты. Всем это стало известно. Ну, что? Это обычная практика. Я вас уверяю, точно так же и немецкая разведка, французская разведка.